Мой первый вопрос, Олег Нуревич, вам. Какие методы, механизмы, реформы, может быть, практики зарубежных стран вы намерены использовать для того, чтобы Абхазия стала богатой современной развитой страной? В частности, касающейся вашего вопроса, в период моей служебной деятельности в Министерстве иностранных дел мне по долгу службы пришлось посетить ряд стран в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Латинской Америке. Мне пришлось понаблюдать такие интересные методы управления страной. Например, будучи в командировке в Северной Ирландии, мы ознакомились с таким методом, как общественный контроль за деятельностью правоохранительной системы и в целом органов государственного управления. Это очень интересный метод, хотя в прошлом, в период нашего пребывания в составе Советского Союза, такие механизмы работали. Можно к этому вернуться. Как правило, в состав этих общественных институтов набирали людей из числа действующих политиков, представителей общественности, интеллигенции, научной среды. Это позволяло вести достаточно эффективную работу по контролю за деятельностью государственных органов. Есть несколько важных проблем, которые стоят перед нашим государством. Это правопорядок, общественная безопасность и коррупция. Готовы ли вы пойти на жесткие меры в борьбе с коррупцией? Как известно, коррупция разъедает и разрушает любое общество, государство. Конечно, мы планируем объявить беспощадную борьбу коррупции. Конечно, государство должно проявлять, в целом общество должно проявлять нетерпимость, и мы готовы к решительной борьбе. Действительно, поднятые вами вопросы являются одними из важнейших для того, чтобы государство функционировало эффективно, для того, чтобы наши граждане занимались созидательным трудом, не чувствовали угроз со стороны криминальных элементов, не ощущали на себе негативное воздействие коррупционных процессов. Я думаю, что и наведение твердого основательного правопорядка, соблюдение норм общественной безопасности, борьба с коррупцией на всех уровнях – это основные задачи государственной системы. Как уже сказал мой коллега, коррупция – это та ржавчина, которая разъедает механизм государства изнутри. Такое небольшое и не слишком стабильное экономически государство, как Абхазия, не может себе позволить такую роскошь. Я думаю, что для этого существует целый комплекс мер, которые мы обязательно должны будем предпринять. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что помимо усилий государства, для преодоления этих негативных явлений, этих тенденций, необходима еще и серьезная поддержка со стороны нашего общества. Поскольку в одиночку государственный аппарат со всей его репрессивной мощью не сможет решить этих задач. Это задача для всего общества в целом. Когда мы создадим обстановку нетерпимости к этим проявлениям, вот тогда и стоит ожидать хорошего результата. Что же касается наличия воли для того, чтобы эти вопросы решать, она у нас существует. Олег Нуревич, на одной из встреч Вы сказали, что важно видеть разницу между предвыборной программой и реальными возможностями государства. Известно, что возможности Абхазии совсем невелики. Откуда планируете брать финансы на реализацию проектов, которые вытащат страну из того положения, в которое она находится сейчас? Для того, чтобы изыскать дополнительные средства, нам видится, что необходима мобилизация внутренних ресурсов, изменение налогового законодательства и, как следствие, выход экономики из тени. В первую очередь, это борьба с коррупцией. Мы знаем, что в первую очередь надо сделать и предпримем эти шаги незамедлительно. Мы просто обязаны предпримять решительные меры для скорейшего установления стабильного правопорядка и общественной безопасности. По поводу своей прежней работы могу уверенно сказать, что механизмы и методы решения этих важнейших проблем мне хорошо известны. Мы собираемся использовать как собственные наработки, так и передовой опыт развитых стран. Один из главных принципов – неотвратимость наказания и равенство всех перед законом. Олег Мсасович, этот вопрос я адресую вам. Экономика, как известно, фундамент государства. Какие отрасли, какие направления вы считаете наиболее приоритетными? Есть ли у вас дорожная карта, может быть проект, программа развития экономики на ближайшие 5-10 лет? Вы знаете, я не сторонник какой-то градации по временному принципу. Существует масса программ, которые обещают развитие эффективной государства экономики в течение 5-10-25 лет. Как правило, эти программы остаются на бумаге. Мы сторонники поэтапных, но упорных, целенаправленных шагов в правильном направлении. Эти шаги должны базироваться на экспертно-выверенных, продуманных, научно-обоснованных решениях. Я хочу сказать нашим телезрителям, что в таком небольшом государстве, как Абхазия, правильно выбранный вектор, направление, пути может дать эффект уже быстро, в самой краткосрочной перспективе. Зачастую мы просто не движемся в правильном направлении. Я думаю, что полностью соглашусь с вами в той части, что экономика, конечно, это основа для жизнедеятельности государства. Есть серьезные возможности для развития нашего малого и среднего бизнеса. А как известно, класс собственников, класс производителей, средний класс так называемый, это основа любой нации. Это базис любого государства. Поэтому я думаю, что необходимо будет всячески стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Абхазия должна базировать свою экономическую модель на классе людей, которые умеют трудиться и получают от этого серьезную прибыль. Ну, помочь им в этом может и эффективное законодательство. Нужно избавиться от законов, которые создают припоны для развития бизнеса. Мы уже не раз на встречах с нашими избирателями, на встречах с общественностью говорили о том, что, допустим, закон об НДС несет достаточно серьезный негативный эффект. На каждой встрече мы слышим пожелание создать реально эффективные условия для развития бизнеса. В нашей стране давно работают абхазские неправительственные организации. В целом они представляют институты гражданского общества. Но к ним относятся по-разному. Олег Нуревич, хотелось бы узнать Ваше отношение к этим организациям. Если в государстве не работают институты государства и гражданского общества, а отношение между различными слоями населения и властью строится на основе уличного права, то общества нет как такового. Собственной государства тоже нет. А есть некая территория, населенная различными группировками, политическими, военизированными, уголовными. Мы являемся зрелым обществом, способным открыто выражать свою позицию по всем вопросам. Наше общество влияет на политические и иные процессы в своем государстве. Мы переживаем определенные трудности. Нас не устраивает степень вовлечения общества в определение приоритетов развития. Это проблема обоюдная. И исполнительной власти, и само общество. Потому мы убеждены, что открытость властных структур, готовность сотрудничества с институтами гражданского общества является залогом успеха в строительстве полноценного государства. Безработица и миграционная политика – две темы, которые на первый взгляд не связаны напрямую между собой. На самом деле мы видим все больше и больше мигрантов, работающих в различных сферах нашего хозяйства. Нам хорошо известно, что многие наши граждане жалуются и на сложности, связанные с поиском работы. В то же время в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с отсутствием специалистов в самых различных областях. У нас есть и серьезный дефицит профессионалов технических профессий, сферы ЖКХ, профессии, которые связаны с ведением гостиничного бизнеса и других. К сожалению, в послевоенный период практически была разрушена вся система профессионального образования, которая готовила раньше эти кадры. Конечно, ее нужно срочно восстанавливать, поскольку все вакантные места, перечисленные в высших профессиях, планомерно заполняют мигранты, приезжие. Нам надо понять, что нет и не бывает непрестижных профессий. Пересмотреть необходимо свое отношение к этому вопросу. Олег Нуревич, Вы человек военный. Считаете ли, что наши вооруженные силы соответствуют требованиям времени? Разные угрозы абхазскому государству, в том числе и военные, еще актуальны. До сих пор в Грузии не заключен обязывающий документ при международных гарантиях о невозобновлении военных действий. Исходя из этого, существует потребность принятия ряда серьезных мер по формированию армии нового типа. На мой взгляд, она должна быть компактной и мобильной. Она у нас смешанного типа, и она должна таковым еще долго быть. В нашем понимании, абхазская армия – это действительно военная служба и резерв вооруженных сил. Поэтому одновременно со штатными армейскими подразделениями государство должно поддерживать и улучшать систему резервной подготовки. Военная доктрина Республики Абхазия должна стать основой государственной программы в области организации обороны, которая призвана обеспечить взаимосвязь органов власти, управления вооруженных сил и структур подготовки резерва с образовательными учреждениями. В разных странах существует разный опыт. Надо выбрать из него самое подходящее для нас. Наш союзник, Российская Федерация, оказывает очень дорогостоящую поддержку в сфере обороны и охраны государственной границы, как на море, так и на значительной части суши. И наряду с этим в лучших российских военно-учебных заведениях также за счет российской стороны получают современное военное образование наши соотечественники. Это позволяет нам сосредоточиться на формировании вооруженных сил, нового образца и национальной пограничной службы. Этот шанс мы не имеем права упустить. А что делать с нашим здравоохранением? Вам не кажется, что дела плохи в этой сфере? Проблемы функционирования надежной и современной системы здравоохранения и демографии взаимосвязаны. Все рассуждения вне этого контекста, я полагаю, пустая трата времени. Проблема заключается не только в плохой материально-технической базе, отсутствии медикаментозного обеспечения и современного оборудования, или в дефиците работников по многим врачебным и лабораторно-исследовательским специалистам. Но иногда и в невозможности задействовать приобретенное медицинское оборудование. Наряду с этим необходимо восстановить традиционную сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Поэтому сельские жители по незначительному поводу вынуждены ездить в столицу. Но опасность заключается в том, что расходы на медицинские услуги для жителей сел являются неподъемными. И они вообще никуда не обращаются. И эту систему необходимо восстановить. Также, я полагаю, необходимо параллельно с гарантированной государственной системой оказания медицинской помощи создать правовую основу для функционирования платной медицины, создать условия для возвращения народов специалистов, успешно работающих во многих российских клиниках. Создание современной базы здравоохранения и серьезное изменение политики поощрения рождаемости через программы выплат родителям ощутимых пособий, через особые государственные льготы многодетным семьям напрямую влияет на демографическое развитие. Отдельно рассматривать эти проблемы нельзя. Без поддержки общества, без консолидации усилий достичь хорошего результата любой команде будет очень сложно. Это ваша цитата, Олег Мсасович. Что нужно сделать, чтобы так глубоко пустивший корни раскол преодолеть? Действительно, это самая серьезная проблема, которая сегодня наносит существенный вред, тормозит развитие нашего государства и общества, является серьезным вызовом. Серьезным вызовом для нашего движения вперед. Без консолидации нашего общества, без отказа от конфронтации, от этой озлобленности, которая зачастую не дает услышать мнение друг друга, нам далеко не продвинуться. Я думаю, что мы стоим перед необходимостью осознать всю пагубность этого раскола, который не дает объединить усилия и в итоге порождает вот это отставание по всем направлениям, по многим статьям, во многих сферах нашей жизнедеятельности. Конечно, будет всегда множество мнений, будет плюрализм в подходах, будет разное понимание тех или иных вещей и процессов, но в главном мы должны быть едины и никогда не переходить те грани, те красные линии, которые не позволят нам объединить свои усилия для строительства нашего государства. Некультурное и нездоровое общество, как известно, порождает криминал и все, что этому сопутствует. Уверена, вы со мной согласитесь. Планируете ли вы обратить пристальное внимание на сферу культуры, оживить ее, может быть, задать ей новый серьезный импульс? В Абхазии есть великолепный опыт в сохранении нашей культуры, в передаче ее потомкам. И вот для нас очень важно, это, наверное, главное, этот опыт сохранить, сохранить для того, чтобы передать последующим поколениям все, что мы сумели, все, что наше общество сумело донести вот до настоящего времени. И в завершении беседы, в случае вашей победы, чем вы займетесь в первый рабочий день? Я думаю, что в случае нашего избрания мы начали бы первый рабочий день, очевидно, с какого-то рабочего обсуждения тех первоочередных задач, тех первоочередных мер, которые стоят перед нами. Вместе. Это принципиально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова